И всем привет, ребята, с вами Мистер Банька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на повестке дня одно очень интересное сочетание и вооружение, которое мне посоветовали мои подписчики протестировать и посмотреть, что же оно из себя представляет. В одном интересном режиме это вооружение Хопера, как я давно не играл на этом корпусе, Хопера Скорпион с устройством Рой, Дрон Кризис, да, именно так мне сказали, что нужно одевать. И с этим всем раскладиком у нас должен идти, так, вроде все, все, что-то я еще хотел сверху добавить, но вроде как больше нам добавлять нечего. Хопера Скорпион с Роя в режиме Джиггернаута, что может безумное показать это вооружение, я честно не знаю, но мне сказали, что я обязательно должен его протестировать, должен попробовать показать жесткий результат за счет стрейф-корпуса, уходить от выстрелов вражеского Джиггернаута и постоянно накидывать за счет дополнительной сводки. Но, если учитывать тот факт, что у меня ваншотный танк, то реализация будет не совсем простой, да я бы даже сказал, очень сильно непростой. И каким образом я смогу реализовать эту комбинацию, остается пока что для меня загадкой. Но, мне сказали, что она нагибает и очень эффективно против Джиггернаута. Будем пробовать это дело реализовывать и будем пробовать убедиться в этом все не только в теории, но и на практике. Итак, у нас уже должен появляться Джиггернаут, не вижу пока что вражеского Джаггера. Пички, конечно, с Кризисом супер сочные залетают. Так, и мы пробуем сейчас оформить контентовый стелтик. И уже здесь дать сводочку по вражескому Джиггернауту. Залагивает Джиггернаут, летит на него сводочка. Плюс под сводочку летит еще дополнительная тычка. Под эту тычку можно было бы еще как минимум одну залепить. Еще сводка залетает. Блин, там Джиггера пока стоит. Он вообще не понимает, что происходит в этой игре. И его уносит. Шикарно. Первый Джиггернаут есть. Ну, такая необычная комбинация, но очень резвая. Очень дерзкая. Очень резкая. И очень непривычная для меня. Я на Хоппере, как уже сказал, давным-давно вообще даже и в принципе не играл. На Скорпионе так тем более я не играл. Но в этом и интерес. Сводка плюс две тычки. Плюс три тычки. На ваншот остается. И добиваем его шикарно. 2-0 уже ведем. Бодряк, бодряк, бодряк. Пока что мне очень сильно нравится. Но я не понимаю, что происходит. Я просто не понимаю, что происходит. Я понимаю, что Джиггер улетает нарез. Но за счет чего мы его респим, особо не понимаю. Так, у меня появляется овердрайв. Давайте возьмем его. Отлично. 3000 урона добавки. Офигеть. Но это... Но это жестко. Плюс тычки слабые. Офигеть. Хоппера. Хоппера. Хоппера Скорпион переигрывает один в один целого Джиггернаута. Без даже дополнительной сводки. Офигеть. Это жестко. Это очень жестко. Три Джаггера уже сливаем. И уже ведем 3-0 за 2,5 минуты. На этой комбинации. Офигеть. Жестко. Никогда бы не подумал. То хоппера Скорпион может настолько серьезный результат показывать. Так, сводка летит по вражескому Джаггеру. Попробуем сейчас как раз таки выпушить зону. Может быть каким-то магическим образом докидать еще дополнительный урон. Вот это переключение на хоппере, оно прям очень сильное. То есть за то, что ты быстро можешь так подъехать к вражескому Джаггеру. Это очень сильно в моменте решает. И так быстро еще втушить контенту на добавку. Уф, уф, жестко, жестко, жестко. Джаггер передо мной резк. Не может попасть по стрейфу корпусу. Оп, уходим от выстрела. А я пикаю. Аккуратно. Добавка, сводка. И в голову. Офигеть! Просто жесть! Что происходит? Я в шоке. Я просто в шоке. Это очень жестко. Добавим ляем сводочку. Плюс еще дополнительный урон стычки. Сходочка не залетела, к сожалению. Но у Джаггера уже ноль по ощущениям. Куда его? Офигеть! Не, ну я немножко, немножко в шоке. Честно вам скажу, немножко в шоке. Так, добавочка по выстрелам. Миночка рабочая. Джаггер науты, которые какие-то непонятные играют. Что он делает? Куда он едет? Дружан, ты что, не понимаешь, откуда урон летит? Блин, сводка не туда. Он вообще не понимает, что происходит. Он не понимает, что происходит! Офигеть! Он только сейчас понял, что у него урон в спину прилетает. Жесть! Я еще добавляю. Не тружку. Ей для меня. Но он уже уходит на респ. Он уходит домой. Он уходит 100% домой. Есть. Его забирает еще наш тиммейт. Жесть. Но это сильно. Это очень сильно. 12 киллов. Из них 5 титр джаггернаутов. И все 7 джаггернаутов, по которым я нанес минимум по 15 тысяч урона. Ну, плюс-минус. Неожиданно. Очень неожиданно. Я, честно, не играл ни разу на такой комбинации. А чтобы она давала еще такую прибыль. Блин. Ну, это что-то необычное. Так, попробуем сейчас еще овердрайв реализовать. Интересно будет, есть ли у меня возможность от какой-то стенки отыграть. Так. Дигернал смотрит в эту сторону. Поэтому мы меняем траекторию. Нам надо чуть сблизиться с ним. Так. Ой. Блин. Не успел. С бобердрайвом еще бы парочку типов бы забрал. Было вообще великолепно. Блин. Так, ладно. Давайте попробуем через право заехать. Если у нас противник стоит лево. Джаггер, я имею в виду, стоит лево. Попробуем через право заехать. На стелсик упасть. Может что-то получится у меня из этого. Сделал. Плохие тычки по титанчику залетают. Здесь контактик. Так. Добавляем по титану еще. Он жмет аптечку. Он хочет поехать купол прожать. Наверное. До его тиммейта. Две тысячи урона. Ай. Гаус. Обидно. Два ноль. Ой, два ноль. Два наших джаггера уже упало на респ. Я как-то теперь не могу никак зацепиться за вражеского джаггернаута. Никто из наших тиммейтов на него еще не едет сверху. Поэтому как-то чуть-чуть потяжелее стало. Ситуация. У нас уничтожением. Блин. Но за счет этой скорости как можно быстро доехать до определенных точек на карте. Это, конечно, супер сильно. Блин, титан. Валей, друг. Блин, не понял, что произошло. Два слили. И двести еще добавочку. Докинул. На нулях должен быть джаггер. Должен быть на ноль хп. Должен быть на ноль хп. Надеюсь, его сейчас уничтожат. Очень сильно надеюсь, что его сейчас уничтожат. И тогда мы попробуем его полить. Есть еще контактик 3200. 7373737373. Блин, у нас джаггернаута начинают уезжать. О, добил кто-то. Найс. Ноль хп. Оставалось у джаггера чуть-чуть не добил опять. Ладно, такие плюшки очень жесткие. Прям очень жесткие, когда так залетает много урона. Еще и нужно учитывать тот факт, что это супер большая карта, на которой, ну, джаггернаута сливать не так просто. А если это будет открытая карта, где будет постоянно видно, как залетает ему урон, это будет еще вдвойне приятней. Ладно, вот такие тычки. 9-3 счет у нас. И давайте теперь отправляться, пробовать уничтожать последнего джаггера. Сводка в обратку летит. Полная сводка залетает. И добивачка. Офигеть! Просто жесть. Просто жесть. Я честно вам скажу, никогда в жизни не подумал бы, что такое вооружение может так просто нагибать джаггера. Вы помните, как когда-то я играл на Викинга Страйкере с Ураном? Если вы давно смотрите, если вы олд. Я играл на Викинга Страйкере с Ураном, и тогда Викинга Страйкер с Ураном был сильнее джаггернаута. Сейчас я могу сказать с точностью то же самое. То же самое могу сказать. Хопера Скорпион! Хопера Скорпион сильнее джаггернаута. Вы когда-то об этом могли подумать? Я точно нет Не знаю, насколько это сочетание было бы эффективно, если бы я использовал другой дрон Что-то мне подсказывает, что именно с кризисом это сочетание раскрывается на все 400% А вот без кризиса оно не было бы таким жестким Но этот результат меня поразил Очень сильно, прям безумно сильно Пишите, что вы думаете по поводу этого сочетания Попробуйте, играли, если играли, то напишите, насколько жестко у вас получалось с этой комбиной Сделать что-то интересное Поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком, если вам понравился Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики Также не забывайте, что у нас есть дискорд сервер, в котором все оповещения о стримах, о видосах и плюс общения проходит Поэтому если вы в дискорде еще нашем не состоите, обязательно переходите тоже в него И не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры В аккаунтике, мой личный тег создателя контента, это Tag Team P Устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов Вся информация по этому поводу есть в описании И у меня на этом все Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok